Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Ну, соответственно, я все потратил. Если у меня, опять же, есть сумма, сколько я заработал, и ничего не сберег, и еще появился кредит, ну, значит, я потратил больше, чем заработал. И, соответственно, вот, имея эту информацию на руках, уже можно планировать дальнейшие шаги, что мне лучше сделать и как в уже наступившем 2021 году. Ну, и отсюда сделать вывод, правильно ли ты распоряжаешься своими финансами, умеешь ли ты это делать. Ну, вот, сколько раз я тоже пыталась где-то записывать в амбардной книге, там, расход, приход, сколько потрачено, собирать чеки, но вот сложно как-то, очень много чеков, какие-то случаются спонтанные покупки, и все равно картина получается размытая, ты теряешь что-то. Вот, важно ли ввести вот такой вот четкий, ну, там, личный бюджет, так скажем. Я знаю даже, что вот в нашей стране-то всего лишь, ну, порядка, там, 7% где-то ведут вот такой грамотный, четкий учет именно личного бюджета. Ну, вот, я выскажу субъективное свое мнение. То есть, безусловно, то есть, все специалисты, там, по тем же личным финансам говорят, что обязательно надо ввести. Мое мнение, что, ну, вот, прямо уж совсем сильно углубляться в этот вот скрупулезный учет всех расходов, доходов на постоянной основе, ну, честно, не вижу большого смысла. Это стоит сделать когда? То есть, когда, то есть, вот мы с вами взяли, оценили наш прошлый год, да, поняли, что не получилось ничего сберечь. Да, соответственно, мы хотим что-то поменять в этом уже 21 году. Вот тогда, действительно, я бы что сделал? Я бы взял один месяц календарный, да, дольше не стоит, думаю, и скрупулезно записывал все свои доходы и все свои расходы. Вот. Соответственно, по прошествии этого месяца я бы уже для себя сумел сделать определенные выводы, да, то есть, причем выводы какие? С точки зрения доходов тут, ну, я думаю, список будет не очень большой у каждого из нас, да, вот с точки зрения расходов там будет картинка достаточно пестрая. Моя задача в следующем шаге, что сделать? Это взять и немножко структурировать свои расходы, то есть, посмотреть и поделить их на две категории. Ну, назовем первое обязательное, второе необязательное. К обязательным отнесем что? Это всякие коммунальные платежи, там, ездишь на машине, соответственно, расход на автомобиль, то есть, ну, если, то есть, связано работать с этим. Опять же, платежи по кредитам существующим, да, то есть, ну, и там стандартные какие-то там продуктовые наборы, так назовем их, да. Вот. Все остальное отнесем к необязательным. И, соответственно, вот здесь уже у нас вырисовывается картина, что я трачу осознанно и правильно, а что я трачу, ну, уже, так скажем, спонтанно на некие свои удовлетворения человеческих слабостей. И от чего, в принципе, можно отказаться? Да, но самое главное, я бы тут еще чуть-чуть добавил, что мы не будем отказываться от всего этого, то есть, потому что, ну, то есть, мы люди, и, то есть, должны как-то себя все-таки баловать для себя и своих близких. Поэтому задача наша отказаться не от всего, что вот мы в необязательные расходы убрали, а от какого-то кусочка этого. И уже это нам поможет изменить картину. Конечно, и у нас уже получится, да, что мы вот от того, от чего отказались, у нас появилась вот эта некая сумма, да, то есть, она у каждого будет своя. То есть, у кого-то может быть 500 рублей, у кого-то 1000, у кого-то 2, у кого-то 5, ну, это уже все люди разные, доходы у всех разные. Ну, и отсюда вытекает сразу следующий вопрос, вот умение говорить нет, это тоже, да, один из моментов. Вот когда ты идешь в магазин, потому что, ну, тут немножко какой-то психологический фактор все равно действует, да, вот в этой финансовой нашей грамотности. Умение говорить нет, ну, вот как себя к этому привычать? А вот опять вернемся вот к тому, про что только что говорили, да, и получается, когда у меня есть картина, на что я трачу деньги, да, и я выделил для себя вот эти необязательные расходы, у меня есть уже некий круг вот этих вот расходов, которые я уже понимаю сам, что, то есть, ну, в принципе, это мне не так уж и нужно, да, и вот в этой ситуации уже проще себе сказать нет, когда я понимаю, то есть, почему я говорю этому нет. Когда этой картины, этого представления нет, то, ну, это достаточно сложно сделать, я думаю. Ну, вот опять же вернусь к тому, что это психологический момент, это нужно сесть с собой и с самим собой как-то поговорить и самому себе объяснить, что у тебя получается. То есть, сесть, заставить себя сначала это все посчитать, выделить, да, и потом еще, да, суметь сказать нет. Убедить себя, да. А дальше, кстати, Юля, я бы еще продолжил немножко здесь вот с точки зрения учета расходов, да, то есть, вот мы вот раз это сделали вот так, скрупулезно записывая, да, в дальнейшем все равно немножко этому надо уделять внимание, но я считаю, это не надо прямо вот складывать чеки, записывать, да. На мой взгляд, сейчас, ну, вот все расчеты мы делаем с помощью карточки, с помощью телефона, да, ну, основную массу, да, по крайней мере, я, ну, редко припоминаю, что я покупал за наличные последнее время, да. И, соответственно, когда я расплачиваюсь по своей карте, то, ну, практически все, наверное, сегодня банковские приложения, банка, в котором вы обслуживаетесь, да, они позволяют вести учет этих расходов, да, если посмотреть немножко, покопаться в этом приложении, там найдешь раздел специальный, да, расход-доход. Который тебе поможет. И там будет видно, да, сколько потратил продукты, то-то, то-то, да, и то есть по категориям будет выделено, и эта общая картина у вас будет всегда. Не каждый чек, а можно просто объединить по категориям, группам. Вот, как раз вы задели этот момент, по карточкам мы расплачиваемся сегодня, мне тоже многие говорят, там, не шурши бумагой в кармане, а вот у тебя есть карта, и прибегай, расплачивайся именно этой картой. Правильно ли это, вот, расплачиваться картой, потому что все-таки, когда ты расплачиваешься наличными деньгами, это тебя больше дисциплинирует. А вот карта, она уходит в деньги, и ты не всегда так… Сложный вопрос, тоже такой, больше психологический, наверное, да, ну вот я для себя как-то привык к картой, и здесь ограничения, то есть, опять же, на карте же можешь выставить лимит, то есть, сколько я могу потратить, и я знаю эту сумму, да, и, соответственно, в принципе, приходят уведомления о том, сколько ты потратил там на каждой покупке. То есть, можно там в конце недельки зайти также в это приложение, посмотреть, сколько я потратил, да, и для себя дальше что-то там скорректировать немножко. Ну, то есть, век наличных денег все равно уже уходит, а вот по карте тоже можно грамотно спланировать. Я считаю, это очень удобно и классно, да, и зачем от этого себя, да, чем эту мелочь, там, складывать кошелек, там, считать там. Ну да, ну вот теперь давайте поговорим с клиентами вашего предприятия, узнаем, вот, каким грамотным финансовым привычкам они с вашей помощью научились. Инвестирование. Хорошее ли это финансовое подспорье? Вот вы уже такой опытный на сегодняшний день, можно сказать, инвестор, и что вы можете сказать, посоветовать вообще гражданам, стоит ли это, хорошее ли это подспорье действительно для личного бюджета? Это очень хорошее подспорье, я бы так сказал. Дело в том, что сегодня на банкских депозитах начать ставки, вот на сегодняшний день они упали, сильно упали, до 5-6%, вот, редко можно там какой-то банк найти, там, где больше вот эти ставки. Вот, поэтому люди пытаются сейчас как раз инвестировать в какие-то инструменты, дополнительные инструменты. В качестве этих дополнительных инструментов это могут быть и акции, и облигации, и какие-то всевозможные стратегии, которыми занимаются управляющие компании. Вот, эти управляющие компании, они предлагают неплохие инвестиционные, начатые идеи, где можно заработать больше, чем ставка депозита в банке. Вот. Понимая это, я, к примеру, инвестирую в основном в облигации. Вот, это облигации государственного займа, это корпоративные облигации, есть высокодоходные облигации, но у них рейтинг там слабоватенький. Вот. И, как бы, если говорить на сегодняшний день, результат, значит, правда, у меня есть и другие там стратегии, есть и акции американские, в том числе и фьючерсы. То есть у меня такой пакет серьезный. Вот. Но 10% годовых есть. Если, например, произойдет какая-нибудь нехорошая новость, пройдет там, или что-то там, какие-нибудь локдауны опять, да, у нас в мире опять возобновятся. Ну, конечно, фунтовый рынок на это отреагирует, и там компании просядут. Вообще не надо переживать. Пойдите, купите еще, потому что это распродажа. Вот, купите еще. Вы когда идете в магазин на распродажу, что вы хотите там увидеть? Низкие цены. Поэтому вот вам и фондовый рынок, когда какая-нибудь начинается мировая паника, когда начинают все бояться. Ура, распродажи. Пойдите, купите. Вот. И забудьте про эти ценные бумаги на достаточно долгий период времени. Вот. Вы получите, если это дивидендные бумаги. Либо вы получите хорошую прибыль, если это акции роста. На достаточно долгом промежутке времени ваш дивидендный портфель восприятно удивит. Только не надо заглядывать туда каждый день. И не надо переживать за какие-то там вот эти незначительные просадки. Они бывают. Потому что рынок это такой инструмент, как можно сказать, он дышит. Следует понимать, что при всех колебаниях рынка, при всех новостях, когда, например, какие-то компании теряются, какие-то растут, сохраняется общий тренд, общее движение рынка. И оно, если мы откроем даже график S&P 500, он всегда идет вверх на достаточно долгом промежутке времени. Поэтому хочу, конечно, посоветовать для тех, кто решит финансовую какую-то свободу, в первую очередь связать с инвестициями, выбрать для себя горизонт от трех лет и более. Вот. Именно на длительной дистанции можно получить максимальную отдачу, максимальный результат. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас мы продолжаем. Хорошие финансовые привычки, которым нужно обзавестись в этом наступившем году. Об этом мы сегодня говорим. И в качестве эксперта у нас выступает Евгений Махновский, директор представительства инвестиционной компании «Финам» в Магнитогорске. Давайте продолжим тему. Вот мы говорили о покупках. Сегодня очень много у нас магазинов, которые прибегают к уловкам всевозможным. Маркетологи выставляют там товары, скидки устраивают, всевозможные акции только для того, чтобы мы все-таки повелись на эту удочку. Вот как противостоять этому? Ну, то есть мы вот все для себя расписали, у нас все как-то четко, гладко. Ну вот мы приходим в этот красивый большущий магазин, и на нас вот соблазны вот эти вот обрушиваются. Ну, тут опять, наверное, психологический момент. То есть надо уметь говорить себе «нет». Да, вот единственный, наверное, этот способ. Как по-другому? Вот это опять у нас продолжение. Да, возвращаемся к человеческой психологии. Работать с собой. Ну, и, наверное, прежде чем идти в магазин, все-таки вот эта старинная привычка, она остается актуальна, когда ты пишешь себе список, да? Конечно, да, что мне нужно, да. Четкий, составляешь и пишешь план. Ну, тогда вот такой вопрос. Есть ли у специалистов по финансам, у таких вот, как вы, какие-то лайфхаки по тому, как накопить на крупную покупку? Вот есть такой термин, как финансовый план, да? И вот хотелось бы нам сегодня услышать от вас, как вот этот план нам составить для себя. Да, в принципе, ну, опять можно вернуться к тому, что все это опять в нас самих, все это психология, да, то есть наша человеческая, от которой мы никуда не денемся. И тут самый простой способ, это просто-напросто взять и заставить себя делать что-то постоянно, регулярно, то есть на достаточно длинном отрезке времени. По-другому, увы, никак. Опять же, это вот финансовая привычка. Да, да. И возвращаемся к началу, когда вот мы говорили про то, что мы с вами разобрали свою структуру доходов-расходов, выделили какие-то необязательные расходы и вот решили для себя некую часть суммы откладывать на свои накопления сбережения. То есть вот, и вот эту привычку надо в себе воспитать, холить, лелеять, культивировать, да. То есть и вот как раз Новый год мы привыкли всегда что-то с начала Нового года, Нового месяца, новой недели начинать. Вот прям это вопрос не на месяц и даже не на один год и даже не на два и не на три. То есть это все-таки, на мой взгляд, должна быть привычка, которая вырабатывается на всю жизнь и это мы делаем в течение всей нашей жизни. То есть мы берем часть своих доходов каждый месяц, откладываем на наше накопление. И так делаем каждый месяц. Ну а крупная покупка, это все-таки сложно, это вот нужно, ого, сколько копить, проще же взять кредит и все. И по-моему, сработать. Можно, то есть, соответственно, копить, то есть всегда это будет долго, да. То есть понятно, что мы люди и хотим все здесь и сейчас. То есть, ну ладно, ну крайний случай, там, ну уж ладно, через неделю хотя бы, да. Ну через месяц, да. То есть если я скажу, что крупная покупка тогда состоится только через, ну условные, там, 10 лет, ну как-то уже это не очень интересным кажется. Но, опять же, я абсолютно не противник как раз-таки кредитов. То есть, на мой взгляд, это инструмент, который при грамотном использовании позволяет реализовать ваши цели, даже и долгосрочные цели в плане каких-то крупных покупок, недвижимость, там, возможно, автомобиль. Вот. И, то есть, здесь просто-напросто надо уметь считать. Да. И, соответственно, если сейчас банки предлагают достаточно интересные все-таки ставки по кредитам, но это надо тоже смотреть, смотреть договор, убирать всякие там дополнительные услуги в виде страхования жизни и тому подобное, да, то можно получить вполне адекватную ставку. Достаточно длинные деньги, которые будут вам стоить недорого, да. И, соответственно, вы сможете и реализовать свою мечту, либо свои планы, которые у вас, вот они сейчас, и прям вот нужно это сейчас реализовать мне. И плюс продолжить делать то, о чем мы говорили. То есть, мы также продолжаем жить, работать абсолютно. То есть, одно другому не мешает. Абсолютно. Если у тебя вот этот есть долг, кредит, то это одно другому не мешает. Конечно, да. Ты можешь это просто грамотно выбрать хорошую ставку и знать, что ты можешь рассчитывать. Да, сможешь, безусловно, да. Это надо силы свои рассчитывать. Вот. И, то есть, еще важный момент, опять же, вот то, что я говорю, мы начинаем откладывать деньги, да. Если мы их будем просто откладывать куда-то в тумбочку или там под подушку или там в банку, то, то есть, ну вот это работать не будет, да. И получается все-таки тот же кредит, который у вас уже будет, ну, он не будет, так скажем, окупаться, да, вот этими вашими сбережениями, да. Соответственно, вот эти ваши сбережения, которые деньги я откладываю на свое будущее, на какие-то дальнейшие планы, их нужно, опять же, размечать в какие-то инструменты, которые будут вам приносить доход выше, чем вы платите за этот кредит. Вот тогда это уже становится рабочим инструментом. Тогда у вас получаются длинные деньги от кредита, и деньги, которые вы откладываете, покрывают эти вот, то есть, приносят доход больше, чем вы платите за этот кредит. Тогда это правильно. Давайте поговорим, какие инструменты вы предлагаете на сегодняшний день, чтобы человеку вот так вот грамотно распорядиться своими финансами. Если говорить про инструменты, куда можно вложить свои свободные средства, то здесь на сегодня палитра очень обширна. И, соответственно, выбрать есть из чего. Здесь, наверное, лучше начать все-таки с того, как это реализовать. И, на мой взгляд, на сегодня нам государство еще в этом хорошо помогает, в том плане, что дает некие дополнительные льготы, так скажем, для тех граждан, кто занимается инвестированием и вкладывает деньги именно в свое будущее. То есть инвестирует свои деньги на своих же счетах. Но об этом дальше еще поговорим. А в целом это может быть что? В принципе, мы можем брать и покупать частички любых компаний себе. Потому что, наверное, любой человек задумывается рано или поздно о каком-то своем бизнесе. Но свой бизнес – это колоссальный труд. Труд, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. И не каждый сможет в таком темпе работать. И не у каждого есть такая возможность. Но совладельцем какого-то успешного бизнеса любой человек может стать абсолютно спокойным. Причем, если взять и просто вокруг нас оглянуться, то вот эти успешные бизнесы, они повсюду. Они нас окружают. Мы с этим живем. Мы этим пользуемся. Ну и почему бы не стать собственником этих бизнесов? И получать доходы. К чему я веду? Например, все мы ходим в магазины. То есть, как правило, пусть там сетевые магазины. Так вот, мы видим, сколько людей стоит в очереди. Сколько какие-то корзинки продуктов люди вывозят оттуда. И, соответственно, мы понимаем, сколько эти предприятия, эти компании зарабатывают денег на нас с вами. Так вот, абсолютно спокойно я могу стать совладельцем этой компании. Купив просто себе немножко акции этой компании. И, соответственно, когда у меня есть акции вот этих вот сетевых компаний, пусть розничных, которые все мы знаем, то уже стоя в очереди на кассу, я понимаю, что те деньги, которые я потрачу сейчас здесь, они мне вернутся в виде дивидендов, которые будет платить мне эта компания. И в виде изменения стоимости цены этой компании от того, что больше людей пользуются спросом, их услуги. И, соответственно, компания больше зарабатывает. Более того, я понимаю, что не только мои деньги потраченные вернутся мне в виде дивидендов, но еще и все, кто стоят и передо мной, и после меня в очереди, они также по копеечке еще мне заплатят. И у меня совсем другое отношение уже складывается с этими магазинами, так скажем. И так хоть куда. То есть ездим на заправки, то же самое можем купить кусочки себе этих компаний. Никто же не скажет, что это неуспешный бизнес. Вполне успешный. Мы платим, не знаю, там, за газ, мы платим за электричество, это все. Есть на фондовом рынке акции всех этих компаний, можно купить и стать совладельцем. И у вас будет в вашем портфеле не просто ваш какой-то один бизнес, в котором вы завязаны, то есть, на, вот, как я говорил, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А у вас будет набор разных успешных бизнесов, где вы не принимаете непосредственно участие в их работе. Там профессионалы занимаются своим делом, а вы получаете только доход от деятельности этих компаний. Ну и грамотно следите, чтобы выбрать все-таки перспективные предприятия. Да, то есть, ну, это уже дальнейшая работа. Конечно, не в деньгах счастье, но без денег плохо. Мне до сих пор не везло, понимаешь, просто не везло. Но с этим покончено. Мы переезжаем в Москву, кстати, ты умеешь машину водить? Нет, ты ничего, научишься. А спортируешь, знаешь, как надо сделать? Сразу взять двухкомнатную, извините, кооперативную. Сразу внести все деньги, чтобы на том, что там ничего не висело, не мучило нас. А сейчас, Оля, мы начнем с тобой швырять деньги. Это Магнитогорское время, и мы продолжаем. Думаю, многие в новогоднюю ночь загадывали финансовые желания. Ну, а если следовать сегодняшним нашим советам, то я думаю, что исполнение их обязательно произойдет. Напомню, что в гостях у меня Евгений Махновский, директор представительства инвестиционной компании «Финнам» в Магнитогорске. Продолжаем разговор. Вот вы так интересно, заманчиво говорили о том, что можно инвестировать в различные перспективные компании. Но вот, допустим, я ничего не понимаю, не следующий человек. Как вот я приду, что, с чего мне начинать, и как вы можете мне помочь? Здесь, смотрите, здесь, безусловно, то есть можно с этим начинать разбираться самостоятельно. Но для этого нужно время, ну и самое главное, то есть это желание этим заниматься и тратить на это свое время. Вот, если нет ни того, ни другого, либо чего-то мало, то тогда, ну, зачем мучиться, да, и то есть как бы в неком дискомфорте быть, когда есть готовые решения. То есть мы предлагаем для людей, которым нет времени и желания этим самостоятельно забираться, готовые решения. То есть когда человек просто выбирает вариант работы, и, соответственно, в дальнейшем от него зависит лишь то, вот о чем мы опять же начали говорить, это вот регулярное пополнение своего счета, а уже что купить, решают наши специалисты. И у него на счете эти бумаги будут покупаться. То есть у человека полностью под контролем его портфель, он в своем телефоне, либо в кабинете в личном, на компьютере, видит, что у него куплено, то есть какая изменение стоимости, сколько, то есть оценочная стоимость своего портфеля, сколько принесла прибыли, либо, то есть убытка отдельная какая-то акция. То есть все это видно, все понятно, прозрачно, да, и, соответственно, при желании, то есть помимо того, что, получается, наши специалисты принимают решение, что купить, что продать. Советуют ему. Да. Человек еще и сам может взять и продать то, что ему кажется, что уже, то есть, неинтересно, допустим. Ну, в любом случае, если человек обратился к такому продукту, то он должен, наверное, интересоваться и знать, так вот, не наобум же как-то, что-то где-то... Ну, то есть вот опыт показывает, что это все равно затягивает, да, если даже поначалу не очень интересно, то по мере накопления опыта, вот такой работы пассивной, человек начинает потихоньку сам втягиваться, уже становится интересно, и почитать, и посмотреть, и обсудить, и что-то самому выбрать, купить. То есть это нормальная практика, это действительно интересно. И он интересуется. Ну, и семинары наверняка у вас проходят, да? Да. На которых вы рассказываете. Регулярно, то есть не первый год учим, как отбирать бумаги, на что обращать внимание, как непосредственно в приложении покупать, продавать эти бумаги. То есть все это есть, но пока на сегодняшний момент в силу сложившейся обстановки это все делаем удаленно, в виде вебинаров. Но рано или поздно все это закончится, да, и опять это все будет у нас и в оффлайне, потому что все-таки, ну, мне кажется, вживую оно лучше информация, то есть воспринимается, нежели, то есть заочно. Ну, вот вы уже 15-й год почти, да, в нашем городе, получается, инвестиционная компания. Вот как вы смотрите на интерес именно горожан? Возрос он, и финансовая грамотность или повысилась, население? Интерес растет, это безусловно, и уровень финансовой грамотности тоже растет. Единственное, то есть что я заметил, изменение вот на отрезке времени в 15 лет, это то, что если раньше люди больше интересовались все-таки самостоятельной работой, то есть вот как покупать технически, как в программе работать, и мы этому прям плотно учили, то сейчас все-таки больше уклон интересов вот в другую сторону, да, то есть пассивные варианты работы, что вот у меня есть некая сумма, мне, то есть нужно примерно вот такая-то доходность, ну, и вот с таким-то уровнем риска, да, и соответственно мы уже идем и предлагаем готовое решение, то есть вот уклон больше к готовым решениям сейчас склоняются люди. А возраст новый ценз у вас вот какой, больше взрослые, молодые, молодых много ли? На удивление, то есть нет какого-то, вот, скажем так, перекоса, то есть по возрасту, да, и приходят как и абсолютно молодые ребята, да, 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 вплоть до того, что даже родители приводят и пишут согласие на то, что их ребенок начнет инвестировать, да, и приходят совсем пожилые люди уже там и за 70 лет, да, то есть пенсионеры. И втягиваются. И втягиваются, да. Кто-то, то есть более активно, кто-то более спокойно, то есть, ну, то есть это прям интересно, да. На мой взгляд, это все-таки сыграл на руку нам тот факт, что снизились сильно ставки по депозитам в банках, и, соответственно, сейчас на депозите в банке доходность, ну, она уже, ну, технически, конечно, скажем так, теоретически покрывает инфляцию, но фактически вряд ли, я думаю, да. Поэтому, то есть интерес к фондовому рынку, к инструментам фондового рынка сейчас растет, растет, причем растет в такой, в прогрессии, ну, не геометрической, но арифметической, так называю. Есть вот еще такой момент, полезная страховка от различных жизненных рисков, вот тем более прошедший год нам показал, что и финансовая подушка должна быть все-таки у каждого из нас. Вот что на это вы скажете, вот о страховках? Да, про финансовую подушку мы поговорили, то есть как это делать, да, и то есть что для этого нужно делать, страховка, я считаю тоже, это хороший инструмент, но к нему тоже надо походить разумно, да, и на мой взгляд, интересно, страховка, ну, вот в формате, который сейчас предлагают страховые компании, это так называемое накопительное страхование жизни. То есть когда я, то есть вкладываю некую сумму, и, соответственно, то есть спустя какое-то время, то есть я получу и какой-то инвестиционный доход, и плюс еще у меня есть сама страховая сумма, которая в случае каких-то вот непредвиденных ситуаций со мной, получат мои родственники. Да, то есть это, то есть это хорошо, и зачастую я вижу, что по мере взросления и достижения определенного возраста, то есть много клиентов у меня об этом задумываются и спрашивают, да, есть ли у вас такой вариант, есть ли такой, да. Ну, еще один из моментов, который не могу обойти, вот хорошим подспорьем семейному бюджету является налоговый вычет. Сейчас как раз вот тот момент, когда мы можем к этому обратиться. Вот давайте про это еще пару слов. Да, налоговый вычет – это здорово, это вот как раз то, чем государство нам с вами помогает, и причем налоговых вычетов есть несколько, да. Есть так называемые стандартные налоговые вычеты, это там на детей, то есть и тому подобное. Есть вычеты специальные, которые касаются какой-то специфических сфер деятельности работы, да. А вот есть вычеты инвестиционные еще, да, что тоже очень интересно. Так вот, как раз-таки поподробнее хотел рассказать про… То есть про стандартные, думаю, все знают, ничего там хитрого нет. Про инвестиционные большинство, наверное, еще все-таки не знают и не слышали. Не знаю, но я тоже слышу первый раз. Суть их заключается в чем? То есть с 2015 года у нас появился в государстве, в Российской Федерации, такой тип счетов брокерских, который называется индивидуальный инвестиционный счет. Суть его заключается в следующем, что по факту это такой же брокерский счет, на котором вы также можете покупать те же самые акции, облигации, то есть все, что у нас торгуется на нашей московской бирже. Но помимо этого государство предоставляет налоговый вычет на внесенные суммы, которые в год вы на этот счет внесли. Причем этих вычетов на сегодня два существует. Первый тип вычета это когда вы можете вернуть 13% от суммы, которую вы внесли на этот брокерский счет в течение года. Максимальная сумма взносов при таком условии составляет 400 тысяч рублей. То есть другими словами, если я в 2020 году внес на этот счет инвестиционный свой личный 400 тысяч рублей, купил там, допустим, какие-то акции, облигации, то есть тоже не важно что, то вот сейчас наступил 2021 год, я могу получить возврат 13% от этих 400 тысяч. То есть другими словами, 52 тысячи рублей государство мне вернет. Но при условии, что эти 52 тысячи я уплатил в виде налога на доходы физических лиц со своей зарплаты. То есть если я, предположим, занят, трудоустроен на каком-то предприятии, получаю зарплату и за меня работодатель платит 13% от НДФЛ каждый месяц, то это вот то, что я могу вернуть. Если я, предположим, индивидуальный предприниматель, и у меня нет этого НДФЛ, то, соответственно, вернуть я ничего не смогу. Государство ничего мне не отдаст. Но у меня есть возможность воспользоваться вторым типом вычета. Это вычет на, называется тип B, когда я не буду платить налог 13% со всей полученной прибыли после того, когда я решу этот закрыть свой счет. Ну, я думаю, что тот, кто заинтересуется этим, они подойдут к вам в офис и поподробнее узнают, ну, или обратятся в налоговую, да? Конечно. И все-таки разъяснят эти моменты. Да, кстати, вот эти вычеты оформляются сейчас достаточно просто. И легче всего, на мой взгляд, это сделать в своем личном кабинете, электронном налоговой, который сейчас наверняка, то есть уже почти у каждого есть. Нет, легко получить. Сходите в налоговую, возьмите логин и пароль, там логин это будет и на нын, и все. Время у нас уже истекло, прекрасный разговор получился, а главное, полезный. Я надеюсь, что с нашей помощью все-таки горожане, наши телезрители станут более финансово грамотными, ну, и обратятся к вам в инвестиционную компанию, и с помощью вас, возможно, возрастет у них доход в наступившем уже 2021 году. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok